Идея пригласить для занятий с труппой сенсея принадлежит дрессировщику Андрею Дементьеву Корнилову. Молодой человек уже 4 года занимается единоборствами, но во время гастролей вынужден пропускать тренировки. Сегодня у него появился уникальный шанс наверстать упущенное время. Тем более, что, как утверждает артист, эти занятия полезны цирковым не только в обычной жизни, но и в работе. Это, наверное, в первую очередь для того, чтобы мы могли собираться, так как труд артиста на манеже и его работа, она требует огромного внимания, потому что все травмы, как всегда по статистике, происходят на какой-то ерунде, когда человек расслабленный и не отдает себе отчет. И все восточные единоборства, это, конечно, в первую очередь работа человека над собой и максимум концентрации над своими действиями, над своим поведением. Виктор Банасюк преподал цирковой труппе основы китайского ушу – кулак белого журавля. Эта традиционная система ведения боя позволяет держать верх даже над более сильным противником. Недаром, по легенде, основоположником системы была женщина. Кроме того, кулак белого журавля дает своим ученикам возможность найти пути совершенствования и самопознания. Многие, кто практикует белого журавля в Китае, они долгожители, причем долгожители активные. Вот дедушка моего учителя, он прожил 102 года, и когда последний раз у него брали интервью, это ему было где-то 98 лет, то его не было, а когда он пришел, он держал в руках корзину с мандаринами. Я вот там мандарины собирал, могу сказать, что на килограмм 20 весит. То есть я бы тоже хотел в 98 лет принести вес 20 килограмм, чтобы я смог это держать в руках. То есть поэтому это дает, конечно, и долгожительство, и здоровье, ну и как самооборона, это такая очень серьезная система. К слову, занятия боевыми искусствами будут идти 4 дня, а по вечерам сенсей проводит для артистов цирка энергетическую практику.